А сейчас прочитаем Слово Божие, Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 1 по 5 стихи. С 1 стиха прочитаем. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины с плеч и венец и стерна возложили Ему на голову и одели Его в багряницу. И говорили, радуйся, царь Иудейский, и били Его по ланитам. Пилат опять вышел и сказал им, вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат, все человек. Аминь. Слава Господу, что Господь подарил нам этот день, что наш Бог всемогущий Бог. За это мы благодарны нашему Господу и Спасителю. Слава Господу, что мы в Его святых пронзенных всемогущих руках, что мы в безопасности. А из Его святых рук никто никогда нас не похитит. За это мы благодарны Господу. Если только при одном условии, если мы отвернемся от нашего Господа или отречемся, или пойдем в сознательный грех. За это мы благодарны Господу, что Господь верен, милостью всесилен. И слава Господу, что Господь позволяет нам возвещать о нашем Спасителе, о Его жертве, о Христе распятом, воскресшем и вновь грядущем. Это самая чудная, самая прекрасная, самая спасительная весть для человечества. Мы за это благодарны Господу. Ну а для врага дьявола эта весть нагоняет просто ужас. Это нагоняет мне ужас. А сейчас вернемся к прочитанному тексту, к теме страдания, смерть, позорная смерть нашего Спасителя и Искупителя. Прослеживая события последних часов жизни Спасителя и сопоставляя с описанием всех четырех евангелистов, мы видим следующее. В пятницу, когда уже весь Иерусалим готовился к празднику Пасхи, привели Господа нашего от первосвященника Каяфы к правителю Иудеи, Пилат озабочен своими вопросами, внутригосударственными вопросами, вышел к религиозным лидерам и задает им один вопрос. «В чем вы обвиняете человека этого?» На это последовал уклончивый ответ. «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Как видно, конкретного обвинения не было. И правителю было понятно, известно, что в народе не произошло никакого возмущения, иначе его слуги давно бы известили его об этом. И он не увидел в данном случае ничего такого, что заслуживало бы разбирательства. И поэтому сказал, возьмите его вы и по закону вашему судите его. Но иудеи ответили, нам не позволено предавать смерти никого. И тут Пилату стало ясно, понятно, что они хотят смерти обвиняемого. А если так, то он занялся рассмотрением этого важного дела, этого вопроса. Он вошел в свою притерию или, другими словами, резиденцию, куда приведен был наш Господь Иисус Христос, и задает ему вопрос, «Ты ли царь иудейский?» спросил Пилат его. На что Спаситель ответил ему, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Правитель сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глаза моего». Услышав это, Пилат спросил его, «Что есть истина?» И, не дождавшись ответа, поспешил к народу. И что понял правитель из ответа Иисуса Христа? Он увидел из ответа нашего Спасителя, что в нем была полнота премудрости и царственное достоинство. Он впервые увидел такую личность, как наш Спаситель. События сложились так, что Пилату не пришлось больше побеседовать с Иисусом Христом об истине. И очень жаль, ибо пред Ним стояла сама истина. И однажды наш Спаситель сказал, «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И что еще понял Пилат? Пилату было ясно одно, что обвиняют Господа несправедливо, что в нем нет никакой вины. И в свое заключение он сказал первосвященникам, «Я никакой вины не нахожу в нем». Ему казалось, что этого будет вполне достаточно, чтобы отпустить Иисуса Христа, но это было совсем не так. И что услышал Пилат к своему удивлению? Он услышал, «Распни его!» И желая найти какой-то выход из этого положения, из этой ситуации, Пилат отправляет нашего Спасителя к Ироду. Какая реакция Ирода была, когда он увидел Господа Иисуса Христа? Ирод, увидев Иисуса Христа, потребовал от Него чуда. Но когда наш Господь не ответил на Его требования, насмеялся над Ним, и одев его белые одежды, и отправил его снова к Пилату. В это время к Пилату пришла новая мысль, чтобы освободить Спасителя. И что это была за мысль? Он решил воспользоваться обычаем иудейским, отпускать виновного в честь великого праздника Пасхи. Но что сказал народ? Не его, а Вараву. Варава же был разбойник. О, ужас! Святую истину требует распять, разбойника, злодея отпустить. Увидев, что и это не помогло, Пилат решил отдать Господу, отдать Господа на бичевание. И как же поступают с нашим Господом жестокие, безжалостные римские воины? Вот что они делают. Они же одели на него багреницу, на голову терною венок, в руки дали ему трость и стали глумиться над нашим Господом. Они бичевали нашего Спасителя и, становясь на колени, говорили «Радуйся, царь иудейский!» и били его тростью по голове. Когда воины вдоволь наглумились над нашим Спасителем, тогда вышел Пилат и вывел к народу окровавленного Иисуса. Пред взором людей предстал Сын Человеческий в терновом венце, из-под которого струилась святая кровь Спасителя, нашего Искупителя. Лиг его был истомленный пережитыми мучениями, багреница закрывала его истерзанное, израненное тело. Но при всем этом он не утратил своего царственного достоинства и величия. Его взор светился большой любовью к своему падшему творению. В этом обезображенном страдальце Пилат увидел истинного человека и, обращаясь к народу, сказал «Вот человек!» И что же этими словами Пилат хотел сказать? Этими словами правитель выразил истину, которая глубоко запечатлелась на скрижалях истории и очень глубоко проникла в сердца множество верующих людей. И это восклицание стало крылатым на все века для многих народов и племен. Но одним оно несет сладостное утешение, эти чудные слова, а у других вызывает тревожные раздумья. Многих смущает это слово. Вот человек при этих словах пред нашим внутренним взором предстает агнец Божий, взявший на себя грех всего мира, отверженный, оплеванный, жестоко избитый и к злодеям причтенный. Мы видим его униженным, всеми покинутым, хотя он не сделал никакого греха, и правда его сияет ярче солнца. О чем еще говорят нам эти слова? Это слово служит призывом ко всем страждущим людям. Оно указывает на Господа Иисуса Христа как на единственного подателя руки помощи и спасения жалким бедным грешникам. Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Так говорит апостол Петр. Во все времена из всех народов к Нему приходят, приходили и приходят труждающиеся и обремененные, и Он принимает их, Он покоит, Он спасает. Слава и благодарность Спасителю. И сколько бы ни приходило к Иисусу Христу отверженных, недостойных, никого Он не изгоняет вон, как однажды Он сказал. Источник Его благодати и милости и святой любви не иссякнет вовек. Никогда не иссякнет. За это благодарность Господу. О чем еще говорят эти слова? От чего они нас еще предостерегают? Сейчас хочется отметить чрезвычайно важную истину для нас с вами, для христиан, для детей Божьих последнего времени. Да, братья и сестры, эти слова предостерегают нас с вами от греха. О, если бы это слово навсегда сохранилось в нашей памяти, в нашем сердце и памяти, и останавливало на пути ко греху, и приводило бы нас к искреннему покаянию, и заставило бы возненавидеть грех во всех его проявлениях, чтобы нам не наносить новых ран Спасителю и Господу нашему. А что же, верующий человек может жить в грехе, да еще и любить грех, да, братья и сестры? Может. Может грешить и даже не понимать этого. Вот в чем трагедия. Когда Яков в третьей главе пишет к своим братьям с первого по двенадцатый стихи, я прошу только второй стих. Ибо все мы много согрешаем. Все мы много согрешаем. Это предостережение, чтобы мы не были самонадеянны, слишком самонадеянны. Еще автор послания к евреям в двенадцатой главе первый стих призывает детей Божьих, спасенных, призывает, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Итак, какими грехами мы чаще всего грешим и вовсе не считаем это грехами? Прежде всего, это духовная гордость. Однажды апостол Павел призывал верующих в Коринфе, 2 Коринфянам, 7 глава, первый стих. Итак, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, и будем страхи совершать святыню. Страхи можем совершать великую святыню. Итак, есть грехи духа. Это духовная гордость, когда мы очень высоко думаем о себе, что мы очень духовные, мы правильные, достигли очень высоких, больших высот, и нам равных нет, а на самом деле это далеко не так. И с этого начинается падение и отпадение от нашего Господа. Но апостол Павел, как пример для нас, очень хорошо и скромно о себе говорил. Он говорил, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Так скромно думал и говорил апостол Павел, и он призывал верующих в Рим и в 12 главе говорил, думайте о себе скромно по мере веры. И наш Спаситель призывал апостолов, и нас с вами говорит, что мы должны о себе говорить, мы рабы ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. А вот оказывается, как нужно думать о себе, как нужно действовать, какой должен быть правильный подход у нас, иначе из этой гордыни многие падают, отпадают или живут в грехе и не понимают, что это грех. А Слово Божие предупреждает нас, что последствия могут быть очень печальными. И наш Господь обращается к Лаодикийской церкви, говорит, он видит ситуацию, он видит сердце человека, он видит всю внутренность и говорит, ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Вот кто на самом деле знает абсолютную всю правду о нас с вами. Более того, Господь, я так выборочно читаю, но Господь продолжает, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покаясь. Это Господь, обращаясь к церкви. Перечитайте, пожалуйста, это 3 глава, 14 по 22 стих. Прочитайте, помолитесь, чтобы Господь открыл на наше состояние, чтобы видеть, не думать о себе высоко и не обольщать себя. Это очень важное условие, очень важно для нас с вами, как детей Божьих. Во-вторых, какой грех может, можем грешить и не понимать, и не считать это грехом. Во-вторых, это дружба с этим греховным, злым, лукавым миром. И Яков говорит, Якова 4,4, «Дружба с миром есть вражда против Бога. И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Вот как. Можно изменять Богу, Богу быть прелюбодейцем, прелюбодеем, и еще и враждовать с Господом, и не признавать этого. И при этом, как следствие, будем делать нехорошие, разрушительные, злые дела. И еще какие грехи есть? В-третьих, это сребролюбие, корыстолюбие и жадность. В нашем синодальном переводе это лихаимство. Это лихаимство, но о сребролюбии. Апостол Павел пишет, «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, желающие обогащаться, впадают в искушение и сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». 1 Тимофею 6, 6 по 10 стихи. Эти слова предостерегают нас от ужаснейшей опасности и от гибели нашей души. Ну, а кто погряз и в этом грехе видит, что он делает этот грех, то очень важно покаяться и сотворить достойный плод покаяния. И кровь Иисуса Христа омоет, очистит от всякого греха, когда Дитя Божие понимает, принимает, раскаивается, оставляет грех и Господь дявит милость. Еще один важный момент. Каким грехом еще мы можем грешить и не считать это грехом? Мы все помним Галатам 5 глава 19 стиха «Дело плоти» и апостол Павел предупреждает, что поступающий так Царство Божие не наследует римлянам там большая перечень 1 глава с 18 стиха и до конца по 32 говорит о грехах. Но это еще один момент. Это поражение христиан духом в последнее время. И апостол говорил, наставлял своего юного помощника Тимофея. Он говорил «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, горды, надменны, злоречивы». Я так выборочно читаю, не все. «Нечестивы, недружелюбны, клеветники, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Постолу Павел призывал, что таковых удаляться, потому что через время станешь именно таким же. Вот это зло и эта мерзость в глазах Господа, от чего нам нужно и в этот день, когда будем принимать участие в вечере, от чего нужно освобождаться и быть свободными, но преуспевать в правде, благочестии, вере, любви, терпении, и кротости и подвизаться добрым подвигом веры, как апостол Павел призывает Тимофея. «Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван». 1 Тимофею 6, 6 глава, 11-12 стихи. Вот эти все грехи, которые я прочитал, их есть гораздо больше. Они производят разделение между нами и Святым Богом. Все эти грехи могут серьезно навредить нам, а самое страшное, что в последний день Господь скажет всем возлюбившим грех, всем возлюбившим беззаконие, скажет, «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот это истина евангельская, вот это истина Христова, которая нужна нам с вами. Но слава Господу, что Евангелие Иисуса Христа всегда дает нам шанс, всегда дает выход из тупика. Евангелист, апостол Иоанн говорит, призывает, «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Если мы говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и истины его нет нас. Мы знаем, что в этой же главе апостол Иоанн говорит, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Если мы ходим во свете, подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, как следствие. Второе, поэтому и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. За это мы благодарны нашему Господу и Спасителю. И заканчивая, в заключении скажу еще очень важную, чрезвычайно важную истину, когда педат воскликнул. Вот человек, наш Спаситель, вкусил смерть за всех. Он воскрес из мертвых, Он восстал, Он вознесся в сороковый день, Он воссел одесную Бога и ходатайствует за нас. Спаситель посреди церкви, там, где двое и трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Он с вами, дорогие братья и сестры. Он хранит нас, Он любит, ободряет, готовит к восхищению, к встрече с собой. Он грядет за своей невестой, Он царь царствующих и Господь господствующих. Будет день, когда перед нашим Спасителем преклонятся и восплачут все племена земные. Иоанн Откровение в первой главе говорит, вот грядет с облаками и узрит его всякое око и те, которые пронзили его и возрядают пред ним все племена земные. Да, аминь. Я, Алфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и идет Вседержитель. Аминь. И да благословит нас обильно каждый из нас, Господь, кто слушает это слово, да совершит нас свою святую, чудную работу, и да поможет нам покориться всецело и нашему Господу и посвятить себя Богу, Отцу нашему благому. А Сыну Божьему слава, хвала, честь и благодарность во веки веков. Аминь. Сейчас музыкальное служение.